Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это обзор дополнения к игре Endless Legend. 14 октября вышло очередное дополнение к этой замечательной пошаговой стратегии под названием Tempest. Разработчики мне его прислали примерно за неделю до выхода, поэтому я смог сыграть несколько партий, правда, против компьютера и спешу поделиться своими впечатлениями. С английского Tempest можно перевести как буря и думаю по названию вы поняли, что дополнение посвящено морю. Да, именно вот водные просторы в Endless Legend как-то не были охвачены, никто их не использовал и Tempest этот пробел не просто восполняет, а запихивает в море ауриги, то бишь планеты, где происходит действие игры. Кучу, 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 просто кучу всего. Ну и плюс традиционно для дополнений к Endless Legend еще и оригинальная фракция. Вот начну, наверное, с нее. Называются эти чуваки Маргоры и заточены для игры в море. Причем, мне кажется, в данном случае эту фракцию сделали довольно сильной. Города они на море, конечно, не ставят, но зато все водные клетки им, кроме прочего, дают сразу две науки и два производства. Представляете, да? То есть, если вы находите место, где вы можете поставить город с достаточно большим количеством водных клеток, то ни с наукой, ни с производством у вас проблем не будет. Кроме того, у этой фракции ее уникальные юниты заточены на то, чтобы плавать по воде, но и на земных картах у них тоже есть определенные бонусы. Ну, в общем, я так скажу. Они по воде примерно в два с половиной раза быстрее бегают, но при этом еще и водой считаются реки. То есть, если вы будете играть на Пангеи, предположим, за Маргоров, то вам надо будет ходить по реке, и действительно ваши юниты будут довольно далеко перемещаться. Но, тем не менее, бонусы эти юниты Маргоров имеют все-таки в море, в океане, и, пожалуй, играть на Пангеи за эту нацию будет сложновато. С другой стороны, против этой нации на море будет вообще, по-моему, невозможно играть. Мне кажется, что ее тут слишком уж как-то крутой сделали. Тем более, что океан сейчас приносит довольно много бонусов. В океане у нас появились такие крепости, блокпосты, ну, по сюжету игры, типа, оставленные какими-то другими инопланетянами. У них там еще у этих блокпостов есть патрули, которые их охраняют, типа, ну, механические такие лодки, которые вы должны победить. А играя за Маргоров, вы, кстати, вообще можете брать все нейтральные армии под свой контроль. Это стоит определенное количество престижа, и содержание такой армии намного выше, чем у обычной армии. Но, тем не менее, вы можете в любой момент вот любую армию нейтральную, которую вы видите, взять под свой контроль. Это очень тоже крутая механика. Так вот, если вы захватываете эти крепости на море, то они начинают приносить всякие бонусы. Чем-то это похоже, знаете, на деревни под контролем культистов. Только в данном случае крепости могут все захватывать, не только Маргоры, а вообще все нации, все фракции в этой игре. Причем, если вы захватываете все крепости в океане, то область этого океана становится как бы под вашим контролем. Вот как районы на земле, так и тут. Есть океан тоже поделен на определенные районы. Если вы захватываете все крепости в этом районе, то он окрашивается в ваши цвета. Так вот, эти крепости изначально что-то дают. Причем, с каждой новой эрой открывается еще один завод, который может что-то давать. Или ресурс роскоши, или стратегический ресурс, или просто там науку и золото, или там престиж тот же самый. Поэтому контролировать вот эти крепости на море становится очень выгодно. И это еще один бонус вот у этой нации маргоров, потому что они могут это сразу делать. У них есть юниты плавающие. Всем остальным нациям приходят теперь такие лодки строить. Тоже появились лодки в паутине технологий, вы можете их открывать, вам приходится строить эти лодки, чтобы плавать, чтобы атаковать лучше. Потому что они именно заточены под нападение на море, вот на такие крепости. Вообще только юниты маргоров могут свободно в любом месте высаживаться на воду и обратно залезать на землю. Причем это касается не только уникальных юнитов маргоров, а вообще любых юнитов, которые будут под руководством этой фракции. У них такая особенность в русском переводе называется нептунцы. Нептунцы, может, как-то лучше. Знаете, есть хоббицы, а тут нептунцы. Типа такого. Кроме того, уникальные юниты, вот конкретно уникальные юниты маргоров имеют свои собственные варианты брони, оружия и так далее. Да, забыл еще добавить, что плюс две науки и плюс два производства это в водоеме, там в океане и так далее, а река маргором дает еще плюс одну науку и плюс одно производство. То есть, в принципе, даже если вы на карте без воды играете, но с реками бонусы получать все равно неплохие будете. Это видео создано при поддержке справочника и карты 2GIS. В мобильном 2GIS есть возможность быстро авторизоваться через социальные сети. Избранные адреса будут храниться в личном кабинете и синхронизироваться на разных устройствах и в онлайн-версии. 2GIS, если быть точным. И вообще, особенности у маргоров, по-моему, сделаны слишком крутые. Кроме того, что они могут брать под контроль армии нейтральных фракций, они еще могут создавать беспорядки в ваших усмиренных деревнях. Представляете, да? То есть, вы у себя усмирили деревни, получаете с них бонусы и внезапно проблемы начинаются. Ну, тоже за престиж, естественно. Получают бонус за морскую торговлю, если контролируют океан, где эта торговля происходит. Правда, при этом они не могут изучить технологию имперские дороги, но, с другой стороны, верфь для них перенесена из третьей эры во вторую, то есть, они могут ее раньше строить. Есть уникальная способность дипломатии, называется черная метка. Вы ее накладываете на какую-то фракцию, с которой вы воюете, и когда вы будете уничтожать юниты этой империи, то будете получать за это прах. То есть, вы за счет войны еще и поднять свою экономику сможете. Неплохие также юниты, ну, правда, начальный гений, по-моему, так, себе юнит поддержки. А вот следующие пожиратели, особенно Левиафан, очень неплохие, очень сильны, но тут одна заметочка на море. Вот все-таки на суше, особенно Левиафан вообще не может на суше выбраться, потому что тут еще появился такой тип новой юнита в подлодке. То есть, Левиафан считается подлодкой, а раз ты подлодка, то на суше ты не действуешь. Но другие юниты, вот что гений, что пожиратель, они могут выбираться на сушу и там воевать, но при этом немного, ну, по-моему, не очень сильны. Но при этом, еще раз повторюсь, у них есть свои оригинальные возможности навешивания всякого оружия. То есть, на других юнитов вы не сможете вот это все одеть, кроме как на юнитов маргоров. Вернемся к морю. А на море появилась еще и система погоды. Вот это, кстати, интересная задумка. Вернусь немного к Циве. В цивилизации, мне кажется, есть определенная проблема с воинами на море. Интересно, как это будет в шестерке, но я думаю, вряд ли что-то сильно изменится. В том плане, что там нету никаких преград. То есть, если вы на суше там воюете, используя лес, холмы, это все дополнительно увеличивает тактические особенности, особенности, варианты и прочее, то на море просто кто первый и быстрее построит больше крутых юнитов, тот и победил в итоге. Потому что очень редко там как-то мешается особенности местности. И вот, мне кажется, в Endless Legend, вот в этом дополнении Tempest, нам показали несколько интересных идей по этому поводу. Правда, возможно, они могут работать только в фэнтези-сеттинге, тем не менее. Здесь, на море, меняется погода. И с каждой ход она заново генерируется. То есть, у вас в какой-то клетке бушуют молнии. Значит, если вы останетесь на этой клетке с молниями, то ваши юниты получат урон. Где-то есть туман, таким образом вы снижаетесь, снижается ваше обозрение ваших юнитов. Где-то водоросли, там снижается возможность двигаться. То есть, и в бою, и когда вы плывете по этим водорослям. Шторма происходит и прочее, прочее, прочее. И это все влияет и на битвы, и на возможности передвижения. И вот это интересно. Оно как-то так и свежо, и вроде и не напрягает особо, потому что логично выглядит. Я уже молчу, что и нарисовано красиво. Кроме того, в океане периодически появляются всякие чудовища, которые по квесту можете разбить и что-нибудь за это получить. Так что океан действительно стал таким дополнительным местом, где можно играть. Я бы еще добавил сюда несколько идей из Beyond Earth, например, ту же возможность строить города в океане. Но в Endless Legend в Amplitude решили пойти вот немножко другим путем, тоже довольно интересным. На данный момент, когда я делаю этот обзор, дополнение стоит 352 рубля, но правда это со скидкой в 25%. Так что, видимо, в принципе, будет за 400 рублей продаваться. Как всегда, играя в Endless Legend, вы можете найти человека, у которого есть это дополнение, и сыграть с ним сетевую игру. Если игру создает тот, у кого есть это дополнение, то получается, что оно работает у всех играющих в этой игре. Таким образом, вы сможете посмотреть, нужно вам покупать Tempest или нет. Мне понравилось, что разработчики сделали с океаном, но я несколько скептически отношусь к новой фракции, потому что она мне кажется слишком уж крутой при игре на морских картах. Ну и даже если на Пангеи, на Пангеи все равно есть океаны, и если моргары рождаются где-нибудь на побережье, то, по-моему, у них будут очень неплохие бонусы. И квест у них не самый сложный, честно говоря. То есть проблем с выполнением, по-моему, там не должно быть. Но механики новые для океана мне понравились. Ну а на этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что засорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.